А теперь о ярком спортивном событии международного масштаба, прошедшем в Твери 2 июля в акватории Константиновского карьера. Там состоялись соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». В нынешнем году в гонках на воде приняло участие рекордное количество команд. На старт вышли гребцы не только из России, но и представители Казахстана, Белоруссии и даже далекого Китая. Погода благоприятствовала, и спортивный праздник явно удался. О том, как это было, рассказывает наш корреспондент. На берегу собрались более полутора тысяч зрителей. Многие приехали в старую Константиновку семьями, с детьми и домашними питомцами. Здесь можно было не только поболеть за гребцов, но и скупаться, поиграть в пляжный волейбол и подкрепиться блюдами полевой кухни. Участников соревнований приветствовали депутаты законодательного собрания Олег Лебедев, Сергей Аксенов, Станислав Петрушенко, а также их коллеги из Тверской городской думы Илья Холдов и Дмитрий Нечаев. Они отметили, что спортивный праздник – важная часть большой работы по благоустройству константинского карьера, которую второй год вместе с представителями бизнеса, волонтерами и другими неравнодушными гражданами ведет руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. В том году Владимир Васильев за счет личных средств, а также неравнодушные граждане нашего города, вложили значительные средства в развитие треских константинских карьер. Были поставлены три туалета, была обустроена зона детского пляжа и очень многое сделано для того, чтобы на карьерах стало чище. Это все было по инициативе руководителя фракции Владимира Васильева. К слову, эта зона отдыха весьма востребована горожанами, и работа по благоустройству константинского карьера планируется продолжить в этом году. Рядом появится современный остановочный комплекс общественного транспорта. Особое внимание будет уделяться поддержанию чистоты на территории. Напомним, что в 2021 году наш регион стал одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2 миллионов 400 тысяч человек. Задачу по его последовательному росту поставил губернатор Игорь Руденя. По прогнозам, в нынешнем году цифра превысит 2 миллиона 600 тысяч. Также при поддержке правительства страны Тверская область получила 350 миллионов рублей из федерального бюджета на создание кемпингов. Предусмотрено софинансирование из областного бюджета. Владимир Васильев отметил, что активное участие бизнеса в формировании таких востребованных площадок для недорогого и комфортного отдыха сейчас особенно актуально. И пример константинских карьеров яркое тому подтверждение. Уже не первый раз здесь проходят масштабные соревнования по гребле, и число их участников резко выросло, достигнув в этом году 43 команд. Отрадно, что достойный состав спортсменов представлял и наш регион, ведь гребля – традиционный для Верхневолжья вид спорта. У нас в Верхневолжье такой речной, озерный край, и просто сам Бог велел, конечно, чтобы у нас развивались такие виды спорта, как гребля на байдарках, на каноэ, на лодках драконов. И мы знаем, что так оно и есть. Верхневолжье действительно подарило миру великих, больших спортсменов мирового уровня, которые берут золото, бронзу на соревнованиях. И сегодня здесь очень много тоже очень подготовленных команд съехались со всей России, не только из России. И я думаю, что это будет достойная конкуренция, в том числе и нашим спортсменам. Но мы, конечно, верим в то, что в Верхневолжье тверичане, конечно, в честной борьбе одержат веру. Действительно, тверские гребцы, среди которых есть и спортсмены с мировыми именами, традиционно сильно выступают в этой дисциплине. В этом году мы отмечаем 20-летие, как тверские спортсмены попали в этот вид спорта. Мы являемся лидерами не только в России, но и, без стеснения скажу, и в мире, и в Европе. Наш клуб «Шторм», если проходят клубные чемпионаты мира, то из трех возможных медалей они выиграют три золотые. Интерес к подобному отдыху со спортивным уклоном сегодня только растет. На этот раз в программе были заявлены гонки лодок с десятью гребцами на борту среди смешанных экипажей. Мужчины и женщины соревновались на самой зрелищной спринтерской дистанции – 200 метров. Подобные соревнования воспитывают спортивный характер, закаляют волю к победе, отлично скрепляют командный дух. И, конечно, просто идут на пользу здоровью и поддержанию хорошей спортивной формы. Победители гонок на лодок-драконах были награждены медалями, кубками и дипломами. Кроме того, специальный приз был вручен от депутата Госдумы Владимира Васильева. Спортсмены и организаторы соревнований выразили надежду, что на будущий год гонка соберет еще больше приверженцев спорта и здорового образа жизни.